Глава Ятро Ну, он единственный, что это услышал Или нет? Нет Написано, что очень многие услышали Но услышать, услышал он один Принял это во внимание и стал действовать Вашихămе, он вышел и Rei Она женщина неferつけ Потом он вышел последний Он не спрашивает Боих его сыновей Имя одного Герщем Омач сказал Я был в Кforceьере Вственность То есть он услышал и пришел, видите, в песне, которую Моше и сыны Израиля пели у моря, там приводится, народы услышали, содрогнулись. И многие упоминают разные народы, которые услышали, но содрогнулись, потом вернулись к своим делам, как было. Единственный, который принял это во внимание и стал действовать соответственно этому, это Итро, что он пришел увидеть, что тут произошло, что, как, с чем это связано. Итро пришел в пустыню, чтобы услышать слова Бога. Прихожу к тебе, и твоя жена, и твоя жена, и два ее сына с ней. Роли поменялись. Когда Моше был в Медьяне, все спрашивали, а кто такой Моше? Ага, это зять Итро. А сейчас, когда спрашивают, кто Итро? Итро – это тёсть Моше. Итро вышел Моше навстречу его тёстью. Итро поклонился. Итро поклонился. Итро поцеловал его. Итро спросил один другого. Рисов на функции – он сказал им. Отстаний его! Итро спрашивали – он Theanne. Теперь в русский именение. Тереться с ней правильно. Они в голуб silently рассказали своему сыстю. Итро К hizo с виду все, что Бог сделал фараоны и Египтию, одному и свежему Израилу. Итро Килаins请ил все эти беды, что со бьдами. что их встретило в дороге. Беды, которые их встретили. История самолыков, боятся им один, Бог их спас. Беды, что были у моря, самолыков, и Бог их спас. Мои магистры, радовался История за все добро, что Бог сделал Израилю, спас Его, что спас Его, от руки Египта. Моей магистры, сказал История, Баруха, благословлен Бог, который спас вас, от руки Египта и от руки фараона. Египет тяжелый народ, от них выйти непросто, а фараон был сильным царем, от него выйти это было непросто, был особым. Ашарителес Ом, который спас народ, Митахас Яд Митроим, из-под руки Египта. От ее даты, теперь я знаю, что Бог более величественен. В том же деле, что они сделали им плохо, они были наказаны. Они были наказаны мера за меру. Тем, что они делали евреям беды, они этим же были наказаны. Вот это величие Бога, что Он действует мера за меру. Они топили еврейских воденцев в воде, и Бог их потопил в воде. Это надо помнить, что Бог ведет мир мера за меру. И так же это было с Египтом. Боиха взял Исре Хейсим Миша, тёсть Миша. Эйлуз Бог им жертвы, лэл им Богу. Боёвый Аарин. Пришел Аарон, лэхил зикны и строил, и все старейшины Израиля. Лэхо лэхэм. Есть хлеб, есть трапезу. Когда написано в Торе Лэхэм, бывает места, что это как трапеза. Лэхо лэхэм, есть трапезу. А в трапезе центральная, это хлеб. Им Хейсим Миша. Перед Богом. Что значит перед Богом? Когда человек находится на трапезе, которые сидят за такие торы, это трапеза, которая перед Богом. Вообще-то есть спор, и надо знать об этом. Когда пришел в Итро? Есть мнение, что Итро пришел до дарования Торы. Как написано в голове, тут написано то, что Итро пришел. А потом, Тора пишет о даровании Торы. А есть мнение, что он пришел уже после дарования Торы? Во имя Мохрос было на завтра. Когда ему нужно было делать генюрс? Да. Что? Когда ему нужно было делать генюрс? Если он пришел до дарования Торы, то он принял Тору вместе со всеми. А если он пришел после дарования Торы, конечно, вы правы. Он должен был делать генюрс, да? И он сделал. Если он пришел после дарования Торы. Во имя Мохрос было на завтра. Хорошо, что это на завтра. Не сразу на завтра. В любом случае, это уже было какое-то время после. Потому что после дарования Торы. Ведь Мохос был на горе первые сорок дней, а потом вторые, третьи. Это уже было после Йом-Кипура. Во имя Моя 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 Мо с утра до вечера ты как-то неуважительно ты сидишь все стоят и долгое время так во имя миша лохайсны, сказал миша своему тёстю киёвы и лайом то приходит ко мне народ лидры ища лагим искать бога то есть искать учёбу от бога искать знание торы потом киёвы и ламдово когда у них есть какое-то спорное дело приходит ко мне и я служу мир человеком и его товарищем это второе а третье я сообщаю законы бога то есть человек приходит спрашивать вопрос потом какое-то разбирательство между двумя евреями и и и третье я сообщаю им законы бога мое имя хейса миша эгоф сказал тёсть миша к нему гайты в годово а ше а то и се не хорошо то то что ты делаешь но вил тибел устанешь устать ты устанешь гам а то так же ты гам колом а шаримов так же народ который с тобой кихо битмин ухо адовара тебе слишком тяжело рейсуха ласею левадехо ты не можешь это делать сам не можешь а то ты слушай моего голоса я тебе посоветую пусть бог будет с тобой то есть спроси у бога что бог скажет ты будь народу напротив бога ты принесешь эти слова ты их спор будешь их предупреждать указывать законы которые мы человеческим разумом не понимаем и учение пока пишется учение то есть письменное торрюсное вы и дату лэм и сообщи им эсадерах дорогу его по которой они должны идти вы осамайся идеи и действия еще ясно что они должны делать посмотри всего народа люди состоятельные он говорит чтобы ты выбрал судей каких людей состоятельных почему они должны быть состоятельные какое что это за качество очень просто он имеет ввиду чтобы человек был независимым судья должен быть независимым которые боятся бога люди правды что они говорят слово это слово сын его отца ненавидят нечестные деньги вы сам то агэем назначишь на них сори агофи один главный на тысячу сори мейс главный над сотнями главный над тысячами сори мейс главными над сотнями сори хамишим главный над пятидесятью вы сори а сори с главный над десятками то есть назначь много судей вы шофтуес ом бхогэйс чтобы они судили народ в любое время вы и будет кола доброго году великое дело большое дело я в ее орехо приведут к тебе вы кола доброго коты а маленькое дело нишпутугей пусть они судят вы окей у меня орехо это сделает легче от тебя выносу итог они будут нести с тобой они снимут с тебя большую часть и вопросов которые ты сам делаешь на весь народ представьте себе народ был где-то два с половиной и три миллиона и сам мужик только с ними занимался так это сделает тебе легче так это сделает тебе легче има садова разе таса есть это это сделаешь выти в хоргим бог тебе велит в ехоут амэй ты сможешь в этом выстоять выгам колом азэ так же весь этот народ хаумы кеймэй на его же месте йовы вышел и можно прийти с миром представьте себе маше величайший из пророков приходит тёсть который не еврей был был не евреем принял гиот и дает указание и советы а чтобы вы сказали свои советы оставь при себе нет а мы видим что надо уметь уметь учиться от каждого человека а вот мы учим кто мудрый который учится от каждого человека это значит он мудрый мудрость в первую очередь значит что он любит мудрость и он учится от каждого и есть у каждого что учиться мы учим мы учим мы учим мы учим послушал голос своего тёсти мы учим он сделал все что он сказал мы учим Меньше, меньше выбрал Ан-Чихай, у людей состоятельных, Микол Исуа от всего Израиля. Уже сказали, состоятельные это не достоинство, что у них есть деньги. Все иметь в виду, что они независимы. А это важно для судьи быть независимым. Боит на этим расшималом, сделал их руководителем над народом. Интересно, как раньше говорит в другом месте, всех достоинств он не нашел, только часть достоинств. Сори ауфим, главный над тысячами, сори мейс, главный над сотнями, сори хамишим, главный над пятидесятью, сори ассори, главный над десятками. Большой в туэс, он бы хог иис. Они сует народ во всякое, в любое время. Эсадовара коше явион элмейша. Тяжелый вопрос приносит к мейша. Хладовара костна, маленький вопрос, ешпутуя им, сует они. Это то же самое, что иис.рэ сказал или нет? Нет. Про иис.рэ сказано, есть предложение иис.рэ было. Большое дело приведут к мейша. А маленькое? К мейша. А маленькое они будут судить. А то, что они делали, тяжелое приводили к маше, а маленькое, они сами решали. В чем разница? Очень просто. Иис.рэ по своим понятиям сказал так. Что если суд разбирает вопрос о нескольких миллионах, большое дело, надо привести к маше, что он разобрал. А если там на 300-500 шекел, пусть эти более простые судьи суют. А они делали по-другому. Тяжелый вопрос приводит к маше. Это может быть на небольшую сумму, но вопрос тяжелый. Трудно прийти к выводу, какой верный вывод. А маленькие тут противоположные тяжелому. Легкое? Это может быть и на миллионы, и на сотни миллионов. Но легко понять и прийти к выводу, какой закон. Он пошел себе, ларцы, в его страну. Раши говорит, что он пошел, чтобы его семья приняла Гиюр. И его семья приняла Гиюр. Из его потомков были большие знатоки Торы, сидели в Сан-Эдрине. Теперь мы подходим к главе о даровании Торы. В третьем месяце выхода в Сан-Эдраиле из земли египетские. Мои мазэ, в этот день они пришли в пустыню Сан-Эдраиле. Какой день? Рашходаш. Первый с Ивана. Тут написано про еврейский народ в единственном числе. Расположился там Израиль. Как один человек. Одним сердцем. Другие поездки были с разными претензиями. Были между ними споры и претензии. А тут они были как едины. Для дарования Торы подходило только, когда еврейский народ един. Как один человек. Умейший Ого, Эго, Эго, Эгим. А Моше поднялся к Богу. Позвал ему Бог с горы, говоря, Кейси Марвис Якеев. Так говорит дому Якова. Мы с Агитой сообщили, в ней строился нам Израиля. Раша объясняет. Дом Якова – это женщины. А сыны Израиля – это мужчины. Как известно, женщины – это основа дома. Дом Якова. Так дому Якова женщинам говорили, домар – это мягко. А сынам Израиля – твердо. Каждому надо говорить по его натуре. А темры и Сем, вы сами видели, Аширос, Исил и Митроим, что я сделал Египту. То есть они сделали много преступлений. И все-таки я их так не наказывал так. А вот сейчас из-за вас, именно из-за вас я их наказал. Я понес вас на крылья Харгоф. Я привел вас ко мне. А то теперь... Трудность для человека – это решение. А потом уже идет легче. Это известно. Когда человек, допустим, человек, который... Что-то не выполнял, не соблюдал. И если он начинает делать, не делать, делать, не делать, это самое плохое, и это не путь. Когда человек понимает твердое решение, это я делать не буду, дальше идет уже легко. Вят, а теперь, им шо мея тишму, слушать будете слушать бекили моего голоса, уж мартэмэс в Рисии будет сохранять мой союз, вы и земли с гор, вы будете них особым кладом, микола амим и всех народов, кили колорес, потому что вся земля моя и при всем этом центральная во всем мире така вы. Вятам тьюли, вы будете для меня мамгэ хэскэяним, царство князей, каждый еврей князь, вы гейкодыш и святой человек, и святой народ. Мы знаем, что многие князьи не святые, а вы князьи в высоком положении и святые. Это так Раша говорит. А сфорно говорит по-другому. Коианим он переводит как священнослужителей. Вы будете царство священнослужителей. Как служители в храме выполняли службу за весь еврейский народ, так и еврейский народ своим служением Богу служит перед Богом за все человечество. Вы будете относительно всего человечества, как Коианим, служители в храме относительно еврейского народа. И мы отборим эти слова, а что ты дамбер, что ты должен говорить, он наисровился нам Израил. То есть это предложение принять торм. И он говорит, что вы будете кладом из всех народов. Воевый Меша. Пришел Меша, а Икро позвал к дикнеюм старейшим народа. Во всех важных событиях в еврейском народе все идет через старейшин. Когда Мошиарон пришли к еврейскому народу, что написано, собрали старейшин. Тут тоже перед дарованием Торы он позвал старейшин народа, дикнеюм. Медраж выражается так, как птица не может лететь без крыльев, так еврейский народ не может подниматься без старейшин. Во Йосем Лифнеем положил перед ними и сказал на дворе моего все эти слова, аж от всего у ад иной, что Бог ему велел. Ваянухо. Так вопрос. Народ должен был дать ответ. Ваянухо омял до ваимру. Ответил весь народ вместе и сказали. Все, что Бог говорил, сделаем. То есть они готовы принять. Во Йошем Мейше вернул Мейше и дивриом слава народа и родиной к Богу. Раши обращают внимание. Скажите, Бог знает все, что происходит, Он все видит? Конечно. Так зачем Мейше должен был сообщать? Бог и так знает. Нет, нет. Есть правила поведения. Бог послал тебя спросить народа. Народ? Народ дал ответ. Ты должен сказать ответ от имени народа. То, что Бог знает и без тебя, к этому не имеет отношения. Правила поведения. Правила поведения. Во имя Алиноя Мейше, сказал Бог Мейше. Иные у нихи, вот я, бой и леха, прихожу к тебе в густом облаке. Бабу лишь малом, чтобы услышал народ, бы добре и мог, когда я буду говорить с тобой, и в тебя будут верить навеки. Написано, что еврейский народ будет навеки верить в Тору. То есть, бывают ветры, которые отгоняют, но общая линия остается. В тебя, в Тору будут верить навеки. Навсегда. Во ягит Мейше, сообщу Мейше от евреям, слава народа, и ладиной к Богу. Что? Они ответили, то, что Бог будет говорить с Моше очень хорошо, но они хотят, чтобы Бог говорил и с ними, чтобы все они удостоились личного контакта с Богом. Чтобы Бог с ними говорил, и они, чтобы в тот момент были пророками. Никогда до этого и после этого такого не было. Они этого просили. Во имя Аниноя Мейше, сказал Бог Мейше, они хотят это, так выехалом идти к народу, выкидаш тем, выкидаш том, освяти их. Айом и махар, сегодня и завтра, что они подготовились, выхипсусим рисом, и чтобы они помыли одежды. Войны хынем, что они были готовы, к третьему дню, киба ей машлише, потому что третий день, ерей дадыной, спустится Бог, гайны холо ом, перед глазами всего народа, агар сина, и на горе сина. Ограничь народ вокруг говоря, и шумру лохэм, остерегайтесь вам, а лыс богор, подняться на гору, уныгия бекоцею, и дотронуться до края ее. То есть раз в тот момент там была, даровали тору, так там нельзя было туда подниматься, а гора имела святость. Коя негея богор, кто дотрагивается до горы, миссий мост, умереть умрет. Гайсига бьет, чтобы не натронулась на него рука. Кисокил, исокил, забросан он будет, на него будет забросан камнями, и йори, и йори, или сбросить, будет сброшен, с высокого места, то есть его казнят. Им бе, бей мой миш, скот или человек, лы их не будет жить. Мемшиха, а вот мемшиха, ей волк, когда подтянется голос рога, протяжный, звук, тогда это признак, что закончилось уже это, и присутствие Бога на горе ушло, и тогда, има ялова ор, тогда они могут подняться на гору. То есть на горе Синнай святость была только в тот момент, а после этого можно туда спокойно подниматься. Знаем ли мы где это место, это второй вопрос, но даже если мы знаем, можно туда спокойно подниматься. Вае, отмечая мино, орего ом, спустился машет с горы к народу, вайкадышеса ом, осветил народ, приготовил народ, вайхапсусим лейсом, помыли одежды. Вае, имера ом, сказал к народу, эйюны хэни, будьте готовы, лишь лыше съемим на три дня, а ты аутикшуэл еще, не приближайтесь к вашим женам. Вае было, вае мошли же, третий день, вае события, когда было утро, вае к рейсу в роке, были громые молнии, воноуковый договор, тяжелый облак над горой, векел шейфа, и голос рога, хозок меид, очень сильный. Вае хэрад, коло ом, задрожал весь народ, а шабамахны, который влагере. Так их охватил трепет. Так интересно, присутствие Бога уже было, а евреи еще не пришли. И вае цимейшэ, вывел мейшэ сом народ, ликрасу элэгим, навстречу Богу, минамахны с лагеря. Вае сиядствую они встали, бесахтисо гор, у подножия горы. То есть, есть претензия на евреев, чтобы присутствие Бога уже было, а евреев надо еще было. Может, я еще пошел будить евреев, приводить. И поэтому, известный обычай, что еврейский народ в праздник Шабаот бодрствует, чтобы показать исправление этого. Мы к утру уже, мы бодрствуем и готовы. Горя Синайо шангулы, а гора Синайо вся дымилась, бипнея потому, что Ашайорадо лова диной боиш, пустил с него Бог огнем, баяла шон, и поднялся его дым, кэшен, 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 из того, что люди видели. А все, что есть в мире, это все, все, Бог это создал. Но Тора, чтобы объяснить, что было и в какой форме, приводит примеры из реальной жизни, которую люди видели. И поэтому он приводит тут, как дым из исковой печи. Ваи кэшен фор был голос рога, и лэхвэхозэк мээйт, идет и укрепляется очень. Мэйшэйдабэр, Мэйшэй говорит. Ваи элхим, а Бог, я не навыкел, помогает ему голосом. То есть, как напишется, что евреи слышали четко только первые два изречений, что Бог сказал. Остальные восемь Мэйшэйм пересказывал, и Бог дал силу в его голосе, что он мог говорить, что весь народ слышал. Ваи распустился одиной Бог, Агар Синай, на гору Синай, рэйш и орк, в вершине горы. Ваи кро, адиной лэмэйшэ, Бог позвал Мэйшэ, эл рэйш и орк, в вершине горы. Ваи элмэйшэ, Мэйшэ поднесся. Во имя адиной, элмэйшэ, сказал Бог Мэйшэ, рэйт, спустись, ойд бом, предупреди народ, пень эрсу, эл адиной лэрэйс, как бы они сломают свое положение. То есть, они приблизятся больше места, больше того места, где им можно было к Богу, приблизиться, чтобы видеть. Ваи на фаумэмэнэуров, упадет от него много. Значит, много. Даже упадет, один еврей, это тоже много. Вэйгамакия аним, также куанин, служители, кто это были эти служители, тогда еще не было избрания левитов и куанин. Кто же были эти служители куанин? Это были первенцы, которые тогда приносили жертвы. Они гошимэл адиной, которые обычно приближаются к Богу, приносят жертвы, искадошу, пусть освящаются. Пень эфрейсбу эм адиной, как бы Бог их не наказал. То есть, они могли приблизиться чуть-чуть больше, чем другие евреи. во имя мэшэл адиной, сказал мошэк Богу, зачем мне их предупреждать? Ведь в юхолом народ не может подняться в горе Синай, кято айдей сабону. Ты же предупредил нас, во имя говоря, ограничи горы, выкидать. Что, освятие? Ты же нам уже это сказал. Ты зачем предупреждать еще раз? Предупреждали их несколько дней назад, во имя лавадиной, сказал ему Бог, нет, нет, лэхрейт, иди спустись и предупреди народ. Есть правило, предупреждает народ раньше, и предупреждает, это, прямо, когда надо делать, надо еще раз сообщить и предупредить. поднимешься ты в Арон и Мох, и Арон с тобой. Векианим, веом, и куаним, служители и народ, чтобы не ломали свое положение, подняться к Богу, как бы он их не наказал. Так как раз, говорит, были уровни. Моше поднялся выше всех. После него кто? Арон. Ниже Моше Арон. Ниже Арона служители и первенцы. А народ, чтобы вообще остался на месте. Ваерен Миша ом пустился в Моше к народу. Ваеми рогаем. Сказал им, сказал им это предупреждение, чтобы они не покидали свое место и не поднимались выше. Ваидабер или им, говорю Бог, из-корадворим айрапси цислава, римор, говори. О, нехи, анино илиехо, ябок твой бог, ажи айцисихо, который вывел тебя меерас митраим. И земли египетской. Ми бейсаводи, ми дом арабства. Рабин Иуде Оливий в своей книге Кузаре поднимает вопрос. Бог, Бог же мог обратиться к ним и сказать, я Бог, который создал небеса и землю, создал все, что в мире. А ведь отвечает приблизительно так. Все эти вопросы, это верно. Можно анализировать, углубляться и приходить к этим выводам. А может, человек обратился по-другому. Это же вы видели своими глазами чудеса, которые я сделал в Египте. Так я Бог твой Бог. Это ты видел своими глазами. И это более наглядно и ярко у тебя. Без больших размышлений. Я Бог твой Бог, который вывел с тебя из земли египетской и домы рабства. Это ты видел своими глазами. Рим, чтобы не было у тебя идолов, а упоны при моем лице. При моем лице можно понять двояко. Можно понять пространство и во времени. Это в лице Бог находится в любой точке пространства и вечно. Чтобы не было этого идола при моем лице. Не сделайте изваяние и никакой облик. Не на небесах наверху. Не на земле внизу. Не в воде. Под землей. И до покойники делали изваяние самые разные. Я не знаю, там солнце, луна, звезды, самые разные. Разные животные, которые мы знаем, и рыбы, я не знаю, и крокодилы, самые разные. Нельзя тебе делать ничего. Лейси, штаха, белогем, не поклоняйся им. Лейси, обдем, не служи им. Кио, не хи, али, нереха. Потому что я Бог твой Бог. И у ка на бок и в небе. Пеке вспоминает «Авэйн овэс», грех отцов «Авбоним», на сыновей, «Авши гэйшим» на третье поколение, «Мау рыбы имена четвертое, гэсэйн ой, те, кто меня ненавидят». То есть так, только если сын и внук, правнук повторяют преступление отца. Положим, отец вор, и сын будут требовать и за его преступление, за преступление отца. А если сын такого не делает, у него не будут требовать. То есть Бог наказывает тех, кто делает преступление своих родителей до четвертого поколения. и делает добро тысячам, тысячам поколений, две тысячи поколений, кто меня любит, соблюдает мои заповеди. Видите, отсюда Томут учит, что добрые качества у Бога в пятьсот раз больше, чем наказание. Добро у Бог платит на две тысячи поколений, а наказание до четвертого. Сколько раз две тысячи больше, чем четыре? Пятьсот раз. Не упоминай имя твоего Бога напрасно. То есть не клянись напрасно. Потому что Бог не оставит чистым, если упомянет его имя Гошов ложно. Тут два запрета. Запрет клясться ложно и запрет клясться напрасно. Ложно. Или человек что-то рассказывает. Это ложь. А что значит напрасно? Человек говорит что-то, что это общеизвестно. Человек клянется, что это очки. Что дважды два это четыре. что сейчас тут в Израиле ночь. Он будет клясться. Это значит напрасно. То, что общеизвестно. А Талмут в и в этом мире и в этом мире и в будущем ложные и напрасные клятвы это страшные вещи. И надо отдаляться от этого полностью. А они написаны в том же предложении. Но я понимаю, что они наверное не то же самое. Может быть ложные, более строгие. вообще-то в чем строгость клятвы. Я нашел ран в своем комментарии говорить так. А что вообще-то клятва? Что это такое? Сопоставление правдивости своего утверждения либо своего обещания самым святым, что есть в мире. Что такое святым? Человек клянется. Он клянется самым святым, что есть в мире. А что и самое святое, что есть в мире? Существование Бога. Так сопоставлять с самым святым в мире какие-то ложь и даже впустую это осквернение имени Бога. Иосиф написано он клялся жизнью фараона. Это да, пожалуйста. Захерес ем ашабос хакачей помни день субботний освящать его. Помни вспоминай, что это особый день. И мы это упоминаем в течение всей недели. Во-первых, то, что мы делаем кедуш, освящая над вином, упоминаем молитвы. Когда один встречает другого, говорит гуд шаббес, шаббат шалом, вспоминай, что это сегодня суббота. И при приходе мы это вспоминаем, и при уходе мы делаем авдору. Помни, вспоминай, что это особый день, а мы это делаем всю неделю. На лошона кодыш нету названий дней недели. Есть первый день недели, второй, третий, то есть шестой шаббат. Нет названий дней недели. То есть мы вспоминаем о шаббате целую неделю. Шесть дней работы в сисоком лахтехо делай любую твою работу. в день седьмой шаббат суббот перед Богом твоим Богом. Не делай никакой работы. А то не ты сын или дочка об духовом москва той рабы рабыня увем тихо скот в ге хо пришелец а шарэхо в которых в твоих воротах. Что значит, что твой скот не делал работу? Очень просто. У еврея есть бык. И он пашет им. Так если его сосед Иван Петрович попросит одолжи мне. Или дай мне в наем твоего быка. Так нельзя давать еврею быка на шаббат. Потому что он будет им пахать. Делать работу. А хозяин быка этим нарушит апплиторы. Что значит не делай никакой работы твой сын и твоя дочка? Они же есть они уже взрослые. Они несут сами ответственны за себя. Что же значит чтобы твой сын и дочка не делали работу? А Раша говорит это маленький. Что значит маленький? Если маленький ребенок поднимает желание папы или мамы чтобы они что-то сделали работу в субботу допустим включили свет. Так отец или мать нарушают запрет Торы. Если их ребенок делает потому что он понимает что родители этого хотят. то за шесть дней Бог сделал небеса и землю и все что в них военных отдохнул в седьмой день а кем поэтому Бог благословил день субботний осветил его. Суббота это особый день. Скажите Бог встает конечно нет. А что значит Бог отдохнул? Очень просто. В шесть дней недели Бог создавал каждый день что-то новое. В седьмой ничего нового не создавал. Из этого мы видим что понятие работы это не работа которая утруждает человека а создание чего-то нового чего раньше не было. Человек трет спичкой и зажигает огонь. Это стопроцентная работа. Человек не напрягся совершенно. И многие другие работы такие. То есть работа это создание в субботу чего-то нового. В этом Бог велел нам склонить свою голову перед Ним и в день субботний ничего нового не делать. Почитай твоего отца и твою мать. Чтобы удлинились твои дни. Ала дом на земле. Ашо отца человек относится к своим родителям так и его дети будут относиться к нему. А вообще-то это особая митва и непростая почитать и уважать родителей. Очень важная митва. Папа не убивай. Гайсинов не занимайся развратом. В первую очередь говорится о чужой жене. Гайсинов похитить человека и потом его продать. За это полагается смертная казнь. И наподобие то, что написано не убивай и не занимайся развратом чужой женой. Поэтому Раша тут приводит что не воруй имеется ввиду не похищай человека. Не свидетельствуй о товарище лживое свидетельство. И за это тоже может полагаться смертная казнь. Мы же знаем ему леченые свидетели их наказывают как то, что они по их свидетельству присудили тому человеку. А если смертная казнь, так смертная казнь. болт лейх Ахмед не враг дом твоего товарища лейх Ахмед не враг раг жену твоего товарища вавды Все, что у твоего товарища. А что это значит? На практике. Речь идет про зависть, конечно, завидовать это плохое качество, и как Шо Муаммер говорит, «рекев отцом искино». То, кто завидует, его кости гниют. О чем же тут идет речь, «не пожелай», мне интересно, «Раньше я приведу Ивенезра, а потом приведу, о чем идет речь». Ивенезра спрашивает, «не пожелай, как говорят, сердцу не прикажешь». Ивенезра на это говорит так, «представим себе деревенского парня, которого взяли в армию. и он сторожит возле спальни короля. короля». Ну, он видит кровати короля золотые, он видит дочку короля, принцессу, красивую, прекрасно наряженную, и она его ровесница. теперь я вас спрашиваю. Если он нормальный человек, он будет строить планы, чтобы приобрести это или нет, как вы думаете? нет. Он понимает, что к нему это не имеет никакого отношения. Его поставили здесь сторожить, это его служба, но к нему это не имеет никакого отношения. То же отношение должно быть у человека к жене другого, к имуществу другого, к дому другого, к машине другого, к предметам другого, к тебе это не имеет никакого отношения. Это как бы находится на другой планете. И ощущать так, тогда ты не будешь желать к предметам другого. А что это означает на практике? Мнение Рамбома, что если человек приходит к другому и просит у него, ты знаешь, и у тебя же несколько таких красивых картин, а у меня нет ни одной. Дай мне одну, или там продай, и я тебе заплачу всю стоимость, и так далее, и так далее. И он его вот так уговаривает, давит, скажи, ты друг или не друг? Ты не готов мне это дать? Не готов продать? Друг или не друг? Ну? Так если он это делает, он нарушает вот это за придурой. Это мнение Рамбома и Шухонарах так пишет. Я слышал, пересказывает от имени Равль Яшева, отца, практический закон. Бывают люди, которым нужна добавочная квартира, принять детей в гости. Бывает такое. И ты знаешь про какого-то соседа, который уезжает на шаббат, ты приходишь его и спрашивает, ты знаешь, ты уезжаешь на шаббат, ты готов дать мне эту квартиру для моего сына? Один раз просто и нормально. Но спрашивать больше, это уже в какой-то мере надо видеть. Это же его квартира, не моя. Адбейся, алиби пересказывает. Что он говорил? Это запрет желать предмета другого. Это как человек видит перед собой льва. Так он пугается. А если человек пугается, ему хочется какие-то предметы. Пересказали это другому большому человеку. Он сказал, ну, это подходит по боязни Бога, который был у Беселы. Ему это подходит. Весь народ, наимец аккера, из вид грома, веселапиди, веселапиди, веселапи, веселапи шифр. Голос Рога веселар ошейн, а гора дымится. Ваяр ом вайону, увидел народ задрожал, ваям думирок, стали дальше отдалились. Видите, они же так просили. Просили у Моше, чтобы они удостоились пророчества. А когда это произошло, что они говорят? Послушаем. Вае имруэл мейшен, скалик мейшен. Дабер ато имону в нишмо. Говорите с нами, мы будем слушать. Вае дабер имону эрегим. Пусть Бог с нами не говорит. Пеномус. Как бы мы не умрем. Когда они увидели, и Бог с ними говорил, они испугались. Мы готовы слушать себя. Ты говори с нами и слушай. Чтобы Бог с нами не говорил, как бы не умерли. Потому что быть в таком высоком уровне и в духовном напряжении очень трудно. Хочется, но они поняли. Когда они это увидели, им очень хотелось. И они получили. А когда это было, они поняли, что это очень тяжело. И постоянно быть там. Это выше их уровня. Вы видели, насколько и отсюда вы будете иметь страх перед Богом. Вот это явление, которое еврейский народ видел, это было уникальное, единственное во всей истории мира. Чтобы целый народ удостоился пророчества. И чтобы Бог с ними говорил. И это, конечно, подняло их уровень. Но постоянно быть на этом уровне, трудно. Поэтому они попросили, чтобы сейчас Моше говорил. «Во имя одино ел Мейше, сказал Бог Мейше, «Ки сыма, так говори обны Исрою, знам Израиля». А тем, Рейсон, вы видели? «Ки ми нашим, что с неба, дебар, ты мог, омя говорил с вами». «Лейсасун, идти, не делайте со мной лейхесов, идолов и серебра, вэ лейзов, идолов и золота, лейсасу, лохэм, не делайте вам». Жертвенник, который присоединен к земле, делайте мне. Вызовах то его, будешь принять резать на него эсэлэйсэхо, жертвы всесожжения, вэ шломэхо, и мирные жертвы. Эсэйнхо вэскорэхо, от мелкого скота и от быков. Мы холомоким в каждом месте, ашэр аскерэшми, я вспомню мое имя, будешь вспоминать имя Бога, ове эрэхо, я приду к тебе, ове эрэхтихо, буду тебя благословлять. Вэимис бахавоним, вот тут несколько указаний, которые надо отсерегаться от нехорошего, даже как это выглядит, как символ нехорошего. Вэимис бахавоним, если жертвенник из камней, тас или сделаешь мне, не струй их, как обрубленные камни, не обрубай их мечом, железом. Почему? Кихарбуха, то, что меч твой, и нафтога, поднял на нее, восхалу и осквернил. Смотрите, эти камни, они же для служения Богу. Жертвенник призван удлинить жизнь человека, а железо укорачивает жизнь человека. Так это недостойно, чтобы тот, кто укорачивает, поднимал и ударял, поднимался и ударял того, кто удлиняет жизнь человека. Некрасиво, это нехорошо так. Как символ, это нехорошо. Второе, остерегайся от нескромности, даже как символ, как что-то похожее на нескромность. Отдаляйся. Не поднимайся по ступенькам на моем жертвеннике, а что что? Лыси голы, что мне раскрылась, твоя ногота, улов на нем. Но кое они висшли, одеты в штанах. Так ничего же не показывалось. Но само то, что кое они будут поднимать высоко свои ноги, это как символ, потому что это похоже на раскрытие ноготы. Не делай в храме то, что похоже на раскрытие ноготы. Даже раскрытия ноготы как таковой нет. Но не делай что-то, которое похоже на это.